Если я все-таки спрашиваю, кто заказчик? А на заказчиках все равно вы не узнаете, потому что опять же это идет... Посредники? Через кого-то. 26 февраля в Москве прошла акция оппозиции Большой Белый Круг. Согласно подсчетам, чтобы замкнуть Садовое Кольцо, нужно было не менее 34 тысяч человек. Это уникальные кадры. Бригадиры на выходе из метро Сокольники собирают массовку для Белого Кольца. Несколько сотен платных борцов за честные выборы и демократию построены в очередь и рассортированы по возрасту. Каждому участнику ставят на руку специальную метку. Числомастером напишут, как в советское время. Всем выдают белые ленты и талончик на получение гонорара. Я сказала, у кого не будет маркера, Сок, пойдете домой. Ну что делаете? У кого-то есть претензии? Сок, возмущается, сейчас пойдет домой. Часть денег, тысяча рублей, выплачивалась до начала акции. Давайте с твоей стороны не давите, пожалуйста. Далее участники Белого Круга организованно шли в метро и разъезжались по разным станциям на Садовом кольце. Кстати, обратите внимание вот на этого молодого человека с шарфом. Он еще скажет свое веское слово в защиту демократии. А вот и сама акция. Многие участники Белого Кольца пришли сюда по зову сердца. И таких большинство. С самого начала эта идея родилась вот где-то вот в воздухе. Теперь уже информация распространяется, как я уже сказала, помимо даже социальных сетей. Просто из-за уста. Некоторые были вместе с детьми. Что здесь происходит, вы знаете? Ну, тут за честные выборы. Чтобы победить Путина. А кто тебе такое рассказал? Мама. Однако, чтобы замкнуть кольцо, людей не хватало. А вот и знакомое лицо. Тот самый молодой человек с шарфом. Просто против, допустим. Ну, как, базиску. Представать против. Я предстояю тебе против. Против чего? Против всех политиков. По-моему, сейчас допланируется. Чтобы поддержать участников акции, в некоторых местах раздавали сухие пайки. На чьи деньги этот банкет? Выяснить не удалось. Анонимные благотворители оказались очень скромными людьми. Мы помогаем просто людям поддержать свое, ну, самочувствие на морозе. И организуем горячее, горячее и сладкое. Кто вы? Мы люди, мы добрые люди. Нас, как бы, не информировали, честно, что отвечать. Поэтому то, что мы знаем, мы говорим. Тем временем активисты подсчитывали участников акции и обычных прохожих, оказавшихся в тот день на Садовом кольце. Мне доверили участок вот от той улицы и до вот этого светофора ближайшего. И вот на этом участке было в прошлый раз, вот когда я ходила, здесь было 300 человек. В итоге взятое с потолка число участников мероприятия было преподнесено как свидетельство высокого уровня протестных настроений в обществе. При этом ни один из оппозиционеров почему-то не заметил, как неподалеку от Садового кольца люди из массовки обменивали свои талончики на деньги. Далее в программе. Как оппозиция готовит свои провокации? И какова была цель раздачи палаток на Пушкинской площади? Я только для того, чтобы меня свинтили. Что такое сакральная жертва? Уже из Чечни приехали сюда снайперы. Кому она выгодна? Выгодна только оппозиция. И что делают на митингах? Из фистейн ищицы. Люди из посольства США. Стоп, 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 стоп. Мы не бьем камеру. Мы не бьем камеру. За что охрана Навального бьет журналистов и откуда у него столько телохранителей? Почему организаторы митингов вынуждают полицию к применению силы? И зачем они перешли к тактике провокации? Уникальное видео, которого нет в интернете. Смотрите прямо сейчас. В начале марта в московском метро были задержаны представители оппозиционного движения «Солидарность» в момент продажи открепительных удостоверений. Якобы скупщица, вот эта женщина, предлагала за удостоверение 400 рублей. Весь процесс активисты «Солидарности» снимали на камеру. Впоследствии эти кадры преподносились как очередная попытка власти скупить голоса избирателей. Это самая обыкновенная провокация, причем такого примитивного уровня. Ну, скупка. Ну, как бы скупили они эти открепительные удостоверения, да, и потом где-то что-то как-то сбросили. Ну, знаете, сфотографировали, сняли ящик какой-нибудь, показали это в интернете, или начался лишний скандал, они за это платят. Понимаете, это их деньги, то есть как бы они на это живут. В день голосования члены все той же «Солидарности» попались на махинациях с открепительными талонами. Где-то часов в 11 утра. Я читаю в Твиттере сообщение одного из наблюдателей от оппозиции. Мы поймали целый автобус, значит, фальсификаторов, которые приехали делать карусель, организованную на автобусе. Потом этот наблюдатель выходит, заходит в автобус и пишет оттуда. Ёлки-палки, здесь пол автобуса члены движения «Солидарность». И после этого, как бы, тему заминают. Но факт остается фактом. Случайно раскрыли своих же, которые приехали на этот участок, значит, организовывают вот эту карусель, потом сами бы ее сняли и сами бы предъявляли. Но вот из-за несогласованности действий эта тема накрылась, то есть это абсолютно реальная история. Сегодня интернет стал основным инструментом для организации массовых акций. Манипулируя сознанием читателей, лидеры оппозиции и так называемые блогеры-тысячники ведут настоящие информационные войны. Интернет вообще в нынешнем виде, он тоталитарен. И это не мое наблюдение, это говорят ученые. Интернет – это такая штука, которая очень быстро создает тоталитарные секты. Именно секты. Ему свойственно сектантское мышление. Невозможно дискуссия какая-то, вот, а вы вот сделали, там, такую-то ошибку, а я хочу указать вам на другой аргумент. Он сразу называет идиотом, продажным и всякими прочими словами, да. И это, безусловно, признак сектантского мышления. И он тоталитарен в том смысле, что он требует абсолютного согласия, абсолютного подчинения. Борьба за интернет-аудиторию ведется далеко не всегда честными методами. Еще недавно в социальной сети существовала группа поклонников комедийного сериала «Друзья». 75 тысяч ее участников обменивались новостями и обсуждали последние серии. Однажды, зайдя в сеть, пользователи обнаружили, что из фанатов сериала они в полном составе превратились в армию Навального. Потом сторонниками Навального неожиданно для себя стали и 46 тысяч противников программы «Дом-2». Такая же метаморфоза произошла и с этим сообществом любителей юмора из 84 тысяч участников. Вместо комиксов на страничке появился профиль Навального, а вместо анекдотов – его политические заявления. Всего за один день интернет-соратниками Навального против своей воли оказались 200 тысяч человек, что, видимо, должно было стать свидетельством невероятного роста его популярности. Один из главных показателей авторитетности блогера – число его подписчиков и читателей. Этот показатель создатели блогов нередко завышают искусственным путем, собирая вокруг себя все ту же массовку, только виртуальную. Существуют такие вещи, как боты. Это как бы нереальные пользователи. Их можно покупать и добавлять себе фолловеры. Эта технология очень простая. И, в общем, их пользуются многие в России. Это очень легко проверяется. Если ты хоть что-то понимаешь в социальных медиа, ты можешь просмотреть список подписчиков того или иного человека и сразу же понять, реальные у него подписчики. Или, например, они находятся в Южной Африке. И даже если они реальные, они его не читают. Бытует мнение, что многочисленные социальные сети – демократическое пространство для свободного обмена мнениями без какой-либо политической цензуры. В действительности это далеко не так. Например, в Ютюбе недавно был заблокирован вот этот ролик в поддержку Путина. Нечто подобное произошло и на Фейсбуке. Я знаю, что на Фейсбуке была, например, заблочена без реальных объяснений группа «Путин-2012», которая как раз там создавалась с какими-то ребятами в поддержку Путина к выборам без каких-либо вменяемых объяснений причин. Естественно, что если вы начнете писать в оппозиционной группе какие-то посты в поддержку Путина, они будут оттуда удаляться. При этом материалы с критикой российской власти в сетях широко рекламируются, даже если их достоверность вызывает большие сомнения. Так, например, Алексей Навальный опубликовал видеоролики, на которых якобы видно, как происходит массовый вброс блютений в урну для голосования. На самом деле Навальный своих подписчиков попросту обманул. На секундочку, да, это тот человек, который организовал наблюдателей на участке. Так вот, оказалось, что он выложил ролики, которые, собственно, до выборов, до начала голосования КАИБы тестируются и проверяются на работоспособность. И он выложил эти ролики и заявил о том, что вот, смотрите, как они нагло вбрасывают. То есть человек просто не знает закон и не знает процедуру выборов. И при этом что-то говорит про фальсификации и при этом направляет наблюдателей на участки. Это просто комедийная ситуация. После того, как я, соответственно, написал о том, что вот, посмотрите, кто эти люди, вот, Навальный, естественно, стыдливо сразу же удалил свой пост и даже не принес никаких извинений. Примечательная деталь о том, что результаты выборов президента России будут сфальсифицированы, лидеры оппозиции заявили задолго до самих выборов. Люди понимали, что шансов остановить Путина у них нет. Поэтому, собственно, приговор был вынесен еще до самого события. И другого ничего быть не могло. Мы все равно знаем, что победу украли. Кто украл, у кого украл, почему, как, это уже не важно. Следующим шагом оппозиции должна была стать серия провокаций и столкновений с полицией. За пять дней до выборов активисты широко анонсировали акцию по раздаче палаток на Пушкинской площади. Это буквально калька со сценария Киевского Майдана 2004 года. То есть они хотели собрать в центре кучу народа, которые там палатки им разгадут, они будут там сидеть месяц, наверное, и пока там типа Путин не уйдет. Это смешно, правда. Однако эта акция сорвалась. Ее организатор Вадим Коровин появился на площади и заявил, что палаток не будет. Только что вот там магазин Армения. Пытайтесь задержать. Мой.